В Госдуму тем временем внесен законопроект, который защитит права должников, тех людей, которые по каким-то причинам накопили денежные обязательства перед иными лицами. Суть документа в том, что при взыскании средств человек не может остаться без минимального дохода на проживание. У нас на сегодняшний день в разных субъектах по-разному принимается по аналогичным делам решение. И что быть в принципе не должно. И мы столкнулись с тем, что почему такие решения принимаются по-разному. Потому что есть вот такой правовой пробел, который позволяет на усмотрение принимать это решение. Поэтому инициатива, с которой мы выходим, она достаточно конкретна, предметна. И она защищает малоимущих людей в сложной, трудной материально-финансовой жизненной ситуации. То есть человек обязан, если у него появились обязательства перед тем, у кого он брал деньги или эта организация, он эти обязательства должен выполнять. И мы здесь как раз посмотрели, постарались сохранить такой некий баланс, потому что обе стороны должны здесь быть защищены. То есть человек должен оставаться тот минимальный прожиточный уровень, который гарантирует, что он не скатывается в ситуации бедности или еще более сложной ситуации. Документ прошел в стадии согласования с судебными приставами и профильными ведомствами. Работа над ним длилась несколько лет. Сейчас последнее слово за депутатами. Продолжение следует...